Уникальный случай сегодня, да? Два брата-близнеца друг против друга на разных скамейках. Вообще, какие эмоции это вызвало у вас? Я думаю, кто первый? По старшинству, да. Ну, эмоции такие самые положительные, потому что первый раз и для нас это первый раз. Волнительно, конечно. Ну, и здорово. Ну, конечно, правильно, волнительно. Ну, рады, рады. Счастья, когда так попадаешь. Я знаю, что родители у вас сегодня, мама сегодня приехала, поддерживала. Уже как-то с ним удалось пообщаться после матча? Ну, я скажу так, благодаря маме это все вообще. В нашей жизни она нас одна из двоих и вырастила. И, в принципе, все сделала для того, чтобы мы в хоккей играли, и потом по-тренерски всегда поддерживает. Всегда с нами прилетела сейчас из Омска. Поэтому и кинут коллегу. Часто ездит и у меня, и она так участвует в нашей жизни хоккейной и не хоккейной. Поэтому, ну, конечно, это человек, который для нас. Ну, сегодня беспроектная ситуация. Кто-то выиграл в семье все равно. Обидно, что не я, но может в следующий раз. Обычно хоккеисты, бывает, ставят какие-то ставки, делают ставки против лучших команд. Вот у вас сегодня вы как-то не просили дополнительно, не мотивировали игроков для того, чтобы они выиграли в таком, поглевом образце спорта? Да нет, здесь, когда выходишь на такой профессиональный уровень, здесь какие? Не надо таких игроков ни о чем просить, потому что здесь уже больше профессиональное мастерство каждого игрока. Да, и, конечно, хотелось бы, чтобы сегодня мы выиграли. Брату хотелось, чтобы они, но... У меня, кстати, игроки поддевали на это дело, поставить ставочку. Ну, я, блин, в раздевалке, говорит, Юрьевич, давай. Ну, а я думаю, в следующий раз я у них переночую в гостинице вместо него. Тогда, может быть. Не было мысли незаметно поменяться скамейками, вдруг не заветь. Каждый на своем месте. Мы находимся на своих местах, да. Дай бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова